Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Скорая вокзал, да, вот этот вокзал, скорая, знаете. Что это включило? Ну, подошелся, не было. Я говорю, включила, что это зарядник, не знаю, что это. Ну, тоже вокзалчик. Вокзалчик Иркутский напоминает вокзал. Ну, он такой, город, он такой, я хочу сказать, такой спокойный, скажем так. Короче говоря, мы в Хуваровске. Холодно здесь. Ну, еще сутки нам ехать до Владивостока. Поезд очень медленный. Куча установок мелких. Ну, как я ехал в Москву, точно так же совершенно. Но интересно. Город-завод. Я никуда не выхожу. Женя пошла погулять. Через полчаса придет. Передаю привет Диане. Диана, с кем ты меня отправила? Он этот истерил, где я, что я. Я знаю, что ты сейчас смеешься. Вот, в общем, Диана, я не знаю, когда домой. Но Ваня, привет. Все, конец. Хабаровская. Хабаровская. Расскажите Диане то, что вы сказали. Расскажите Диане, что вы про меня сказали. Пусть славянка, я же тебе сказала, что 21-го в 6 утра. Пусть славянка, я не знаю, что вы не знаете. Смотрите, какие у нас тут здания. Офигеть. Это тоже Хабаровская. Ну, я и говорю, что это самое. Ну, ты и не говорила, что ли? Никак. Не спрашивай. А вообще, в районе, ничего не спрашивай. Ты что говорила? Ой, а пол? Что говорила? Ну, вообще нельзя где идти. Я живу до меня. Я в Спаске. А, нет. А, думала, много людей, потом буду копошиться тут. Я же уже приехала. Ладно, короче, завтра сяду в автобус. Во сколько там автобус? Ну, что это не важно? Ну, что уже я заморожу? Да, у нас приходит, у нас женщина сидит, знаешь, ну, не красивая, правда, молодая девушка. Красивая. Совсем не красивая. На это во время цели, я говорю, я не знаю. Мне как раз-таки очень хватает. Уверена? Очень уверена, да. Не хватает, потому что человек, который ищет любовь, ищет любовь во всех. А она получит. Ну, не полится ли там, где надо. Видите, в чем дело? Я не ищу, а у вас в чем проблема? Еще, я думали, ну, разговаривала тоже. Рассуждала так вот, пока там стояла. Мы всегда жили с братом, у меня брат старший. У нас как-то воспитывала мама, и нам всегда говорю, вот, брату, и мы, наверное, наши дружители, мужчины, дружители, то есть не показывая им о том, что ты такая вот, какая. А то мужик обрается, чтобы он у тебя воспоминалит, и поступает в душе. Разве не нужно было нравиться ему? Видели же, сами же все правильно рассказали. Ну, видишь, как он, он сам-то по себе неадекватный. И вот у вас это вот совместная неадекватность? Вообще, прикиньте, как это тяжело смотреть, и, конечно, это классно. Вообще. Потом наши многочислены пройдут. Но потом как-то, если я смысл, просто признать человеку неправильно, как мы летим. Очень много летит. Ну, я не давно признать ваших. Жизни! А они на меня как-то смотрят, смотрят, как мы думаем, говорят, а ты откуда знаешь? Я говорю, так вы, блин, три года живете, не знаете, какие мы все-таки потом. Ну, неприятно, правда? А я как это, у меня как записывающее устройство. Если я что-нибудь услышу, понимаешь, я же уши ему беру, что у меня нету. Вот оно у меня записывается. Я могу сказать слово в слово. Она просто... И потом, в оконцове, когда, ну, как бы, вот это я услышала, что вы там женой со своей, я вообще подумала, что вы едете куда-нибудь отдыхать вдвоем. Вот я тебе говорю, тут сразу какие мысли у людей начинают мелькать. Понятно. Жена есть, ребенок есть. Скажи, что на такие мысли. Хотите угостить? Угостить, угостить. Ой, не, спасибо, дорогая. Нет, спасибо. Даже не хочешь. Поставь потом где? Я у меня тут мясо доеду. Я тоже вот, это, отругалась. Говорю, зачем такой бюджет? 227 рублей. Вы смешаете, а кто-то вот принимает все в такие вот... Не, ну, понятно, кому понравится, когда тебе, ну, текут, и, скажем так, грубо говоря, обсирается. Не нравится. Да, это просто не мышь, не это. Нам-то че, боже мой. Да, я ей про что говорю, это ее жизнь, это, как бы, она сама, просто вот, не надо так вот это делать, чтобы прям вот, показывать, что я вот такая. Вот эти, блин, паруси, вот со стороны тоже делают. Вот хватило, я бы пришла бы еще в вымотеребу. Нет, они такие уже бухие были, пьяные, к ним подойти бы, там уже. Себе с призывниками. Были бы проблемы, лучше не навязываться. У меня он в армии научили, как с призывниками общаться. Так что общий язык быстро. С военными я нахожу быстро общаться. Особенно с призывниками, особенно с которым у нас. Меня научили. Ну, тоже как бы, тоже не знаешь же, че в жизни, ну, че, чем он там, да, как он, как он там, чем он там дышал правильно, тоже не знаешь. Че у него там в голове, да? Я же говорю, он Жене рассказывал, говорю, пистолетом тебя помахал, а я потом полночей лежала, я думаю, ломали, ну, че, ну, сейчас возьмет, быстрее, я же его в карте не держала, я же не могу понять, так, на альбике настоящего или игрушечного, правильно? Ну, он к Маречку какому-то звонил, говорит, что это... Какая красивая гора. Офигеть. В скалы выбирают. Я тут решил камеру убрать, и вот такие красоты здесь сразу выбирает. Попробуем, может, я там поймаю кадр. Я еще не помню. Где такая... Вот это коридорчик нашего этажа. Здесь мы набираем воду. Так, а вот здесь у нас лес, как раз таки в пригороде. Вот посюда мы как раз таки приезжаем. Сейчас мы пойдем поближе уже к... Нам дали пропуск к океану. Ну, в принципе, вот так же и выглядит наш... Отель типа того. Ну, ничего больше в этой не надо, в принципе, того же вовсе. Смотрите, какая там красота. С той стороны будет красивее, когда мы поближе снимать. Ну, тут плоховато видно. Пойдем с другого ракурса снимать. А вон там океан уже. Ну, то есть море само. Среди деревья. Поближе пойдем, получше снимем. Ну, там мыс такой выпирает красивый. Слышишь, уважаемый? Сейчас двигаемся к океану. Антон. Антон. Был у меня один друг атеист. Умер. Знаешь, я открою маленький секрет, в конце мы все умрем. И мы не будем ни на каких облаках жить, это будет... Это будет просто. Я пока как-то тебе говорил про облака. Это будет просто. Нет, про облака никто не говорил. Это будет просто, мы умрем и... Это будет райок, это будет в аду. Чего они спорят, не поймали? У меня никакого ада, никакого рая. Мы просто закроем глаза и уйдем нибудь и... Так что... А так мы идем в детский лагерь. Сейчас идем в детский лагерь. Конец связи. Идем в океан! Шесть лет. Круто. А вот сам океан. Это еще не сам океан. Ну это само здание как бы. Да? Подожди. Здание управления вроде бы что-то вроде того. Ох, сейчас тут не пустят меня и все. Вот здесь надо еще пару кадров сделать. Не против? Уважаемый, давайте дойдем до океана. И видео море. Вот это море-море. Я знаю, кто на фоне море сократирует. Да-да-да-да, я знаю, знаю уже все. Какая красота, вы посмотрите только. Ух ты! Напоминает нам Арнению. Какие красивые виды. Знаете, сто раз не пожалел, что приехал. Это реально. Да вообще надо кататься по миру, честное слово, ребята. Мы много чего не видели. Да. А если честно, то... Я бы рассчитывал, что мы будем четверо суток, поэтому... Я уже, скажем так, наладил коннель с ребятами из Владивостока. И одна девушка даже согласилась мне вписать на сутки. Но ничего не подумайте, это у меня есть парень. А еще я доберусь со структурами, чтобы налазить по крышам. Но когда я приехал получать билеты, мне сказали, что мы будем там одни сутки, поэтому... Так, мы сейчас находимся в Сен-Диаке. Тут много чего есть. Вот концертный зал. Там будет музыка. Репетиция вроде и что-то еще. Вот это гигантский компьютер. Вот это какой-то компьютер. Что? Новость есть? Нет, простите. Она там. У меня дилемма, поехать в гребаный океан или встретить любимую сестру, которую я три года видел. Но, благодаря тому, что мы не будем здесь четверо суток... Здравствуйте. Она уезжает в 28-м. Осень прямо весна. Я ее увижу. Я хочу плакать, я хочу плакать. К нам прикопался какой-то мальчик из Омска. Из Омска. Из Доновска, как он говорит. Это море. Море! Это море. Море, привет! Красота какая. Это дружина Китенок. Да ладно, обязательно пойдем, да? Блядь, можно искупаться? Наглядели, что уже не видим. Короче, нужно будет посмотреть... Обочины. Здесь пойдем? Лепота. Да. Вот так вот. Родители говорили, не приезжай сюда. Приехал и кайфую. У меня кайфан ездил на студенческий форум в Архангельск. И там он на каком-то северном море сделал. А я думаю, это же не хоккеан получается или море? Это море, японское море. Японское море, да? Да. В нем можно купаться, наверное, да? А вот то, что я напротив вижу, это очень напоминает мне Китай. Ой, говорю не Китай, черт возьми, Япония. Мне кажется, я там что-то вижу высокое. По-моему, это Фудзияма. Это горы, горы. Случайно мы не сюда едем? Ну, не знаю. Давайте пойдем. Надо пойти посмотреть, что это за маршрутка. Мы сейчас собираемся сесть во Владивосток. Потом к вечеру приедем и опять сходим в океан, посмотрим. Очень интересно, забавно. Зажигатель. Вот на маршрутке едем во Владик. Ну, мне нравится эта фотка. Люблю странные фотки. Это называется эффект замороженного лица. Размороженного лица. Ты делаешь фотографию, вот как сейчас она говорит, да? Ну, вот такая фотография. Вот ему лицо задает. Говорил-говорил. Это называется эффект замороженного лица. А еще, а еще. Кстати, у меня не зановились почему. Ну, не нравится эта фотография? Ну, не знаю, я себе не нравлюсь. Нравишься? Да. А ты? Нравишься тебе? Как бы у меня выбора нету, приходится. Тогда отлично. Вот моя девочка, да? Вот моя девушка, она себе не нравится. Постоянно голову, лицо закрывает. Не любит. Ужас. Она просто камеру не любит, так скажем. А что ты хотел сказать в этом поводке? Да, мы с... Потому что лицо симметрично. Мы в зеркале прибыли не себя повернутыми, а на фотографиях наоборот. Там многое строго. Кстати. Домики, 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 домики. Почему ты поехала в океан сейчас? Я сумасшедший. Сумасшедший? Интервью такое. А, почему ты поехал в океан? Я? Чтобы повидать хоть что-нибудь, кроме Иркутска. А ты почему поехал в океан? Почему я поехал в океан? Потому что скучно. Скучно? Это связано с моей, если можно так сказать, философией. Моя философия заключается в том, что жизнь одна. И если ее проживать, то надо с ветерком ее. Везде побывать, все увидеть. Как бы... Ну, на самом деле, да, ты одна, жизнь одна. И когда... Ты будешь умирать, ты будешь сожалеть, что... Почему ты не съездил туда, не прыгнул с парашютом, не сделал, да вот это. Так что... Мне как бы предложили сидеть, и я подумал, почему нет. Потому что я никогда не был во Владивостоке, и я не видел море. Плюс, ну не знаю, познакомиться с какими-нибудь людьми интересными, например. Верно? Верно? Ну что ж, это может быть эмоции, чувак. Ну, природа здесь охотит, да. Деревья совсем, как будто... Деревья, как будто, знаешь, такое чувство, как будто я в Мордоре оказался, честно. Ха-ха-ха, готовься. Здесь на море. Да. Ох, что-то у них. Я хочу сказать, что мы приехали из Сибири. У нас зима, здесь зимы нет. У нас холодно вверзнем, а здесь нет даже снега. А еще посмотрели и искали звездочек. Звездочек тоже нет. Ракушек тоже нет. Ракушек, ну-ну, давай, рассказывай. Ну, красивые ракушек. Мы даже и не искали еще по человеку. Я искала, не было красивых ракушек. Ну, чувак, не отчаиваюсь. Просто они неудачники, а звездочку нашел я. Он, да, он забрал целую одну звезду. Ну, пусть она у него, честно. Нас чуть запередили. Представляешь? Говорит мне, ты должен найти звезду. Какую? Вот эту, что ли? Да-да-да. И когда я ему сказала про ракушку, есть классные ракушки, они такие, ну, с дорогим рельефом. Он такой, вот такая. Счастливый парень, повезло. Да. Нас встретил. Да. Мы принесли с собой удачу из Иркутска. Мы отдали свою удачу из Иркутска другому человеку из Омска вообще. Сейчас я достану вашу Платкову из кармана за ним. Кстати, я не помню, говорил я или нет, но он из Омска. Это очень знаково. Да, знаково. Я не знаю, какой это знак, наверное. Просто ровно 6 лет назад. Знак или не знак, но все равно мы рады, что это случилось. Ладно, мы сейчас перерываемся на короткую рекламную паузу. Потом уже будем снимать, когда подъедем поближе к городу. Такси Максим. Такси Максим. Мы приехали? Да. Так, мы сейчас едем на набережную, мы уж так и решили, там пробочек, перейти, ничего страшного, тут, короче, серьезно говорю, тут у каждого второго внедорожника походит, здесь цены прекрасные, на машины, надо будет пойти на рынок посмотреть, дай бог успеет, тут у нас немножко временные рамки замкнуты по возвращению, потому что все-таки далеко ехать. Всех пассажиров поснимай. Сделаем взаимный кадр. Громаднейший городок. Очень красивый. Знаешь, этот город мне какой-то, кажется, многоэтажный, по сути, кажется. Остановка «Инструментальный завод». Следующая остановка «Картинная галилея». Тут какой-то низ сначала один уровень, сначала где-то сверху второй уровень. Ну и сейчас остановка «Картинная галилея». Так, ну это здесь ничего, допустим, патричку. Не понятно, но дальше. Дальше пойдем на перейти будет. Какой-то городок получается. Партовка. Ну ладно, здесь очень плохо все видно, но я уже не могу на берегу. Два грузина крышуют кирпишем. Вот, ребята, сейчас торопедничают попуты. Очень вкусный. Называется как еще раз? Называется «Пянсэ». Похоже на «Пянсэ», но ничего общего с прибором для зрения оно не имеет. Ну, тебя как, государство? Хотя звучит неудобно. Какой-то неудобный. Потому что урн нет. Полиция, полиция. Хотя город чистый, но, блин, урн нету нигде. Мне пришлось совершить преступление. Па-бам, па-бам. Я просто в карман себе положил. До следующей урна. Вон там, по-моему, впереди уже будет на берегу. Ну, каковы ваши впечатления вообще? Чувак, я тебе сейчас покажу, как тебе нужно фотографировать правильно. Ты готов? Иди сюда. Сейчас, секундочку. Губиян, вообще губиян. Хамло, Женя. Ну, слушай, извини, пожалуйста, ты тоже как-то сильно все всерьез воспринимаешь, жутко. Ладно, хорошего пускам, кстати, смотри. Да, иди. Видишь, у нас стоит? Ага. Фокус, смотри, идем не сюда. Идем, чтобы вот так вот. Ну, я понял, понял, понял. А может, на фоне моря? Замерзшего моря. Замерзшего моря? Я тоже как бы слайд сделал тебе. Лучше порядок. Нормально хлопнешь, это как дева. А, ну да. Давай. Все, я с тобой не разговариваю. Насколько там? Аква... Аква... Вон, Аква... Аква... Вон, в ход туда, наверх надо подняться. Красота, да? Это Владивосток называется. Остров Русский, я не знаю, отсюда вряд ли мы поймаем. А, ну да, я же не знаю. Оказалось, мы нашли самое грязное место во Владивостоке. Как говорится, снаружи красота, а снутри... Как говорится, оп, гриф, гриф, гриф. Ярк. Сколько нужно будет аккуратно спускаться? Видишь, вот что-что, тут гололед по асфальту ходишь, да? Целый, реальный. А вот снега вообще нету. Такое чувство, как будто весна или осень. Скорее осень, чем весна. Ну, снега вообще нет. Вот, смотрите, ради бога, полюбуйтесь. Надо было виновидеться, честно. Так сюда, Боже, океанариум. Вот, пожалуйста. Ты смотри, куда идешь. Подумал себе в океанариум сходить. А мы пойдем погуляем. Идем погуляем. Позвонишь, хорошо? Погоди. Подожди сюда, тут скользко. А там вниз еще ход еще есть. Ой, небось, я ни разу не упал, так что. Там вниз еще ход есть. Ну, там скользко. Ты не упадешь, а я могу упасть. Поэтому я вперед не могу поить. А ну-ка. Ну, как ты там? Замечтатель. Да ладно, возвращайся, что ты там потерял? Смотри, кто-нибудь камушком сзади в тебя кинет. Ты прямо свалишься в холодную воду. Красота. Вообще. Это называется... Как это называется? Японское море? Японское море, японское море. Это еще не океан даже. Я причесываю волосы рукой с водой из Японского моря. Стильно. Офигеть. Ты на будильник срабатываешь? Что? Нет, это просто камера включается просто. Когда я включаю... Похож на будильник? Ну да, я знаю, что похоже на будильник. Не нравится, потому что я под нее просыпаюсь. Этой камере уже пипец много как лет. Я в один. Но зато работает, не подводит. Она уже покаталась по миру. Вот это Владивосток. Впечатления, конечно, достаточно весомые. Чувствуешь, как будто ты вроде на набережной Иркутской, но вместо ангары здесь целый океан. Я вот так не пойму, вот вроде это Япония, потому что ничего другого там не может быть просто. Ни одного острова, ничего там нету на карте. Получается, это Япония. От нас прямо там видно, прямо все. Все горы тамошние. Да что за острова такие могут быть, цепью вот так пойдут. Да нет таких. Сахалин севернее находится, никак не может быть сахалинами. Это Япония. Блин, чувак. Да. Я забыл какой номер. Чего? 800. 19-й. 819? Нет, не у нас, не Иван, в Мариан. 830. А, это я не знаю. 939-й город, слух, я забыл. Это детская площадка местная. Ну скажите, пожалуйста, у нас в Иркутске-то вот столько, настолько инфраструктура не радует-то вообще. Смотрите, вот машины, вот. Какие тут машины. Каждый второй, третий джип. Вон джип, джип, джип. Вон опять еще. Мне кажется, здесь цены вообще доступные. Надо пойти завтра на рынок посмотреть, что почему. У нас в Иркутске тоже построили площадок несколько. Ну, а тут уже такой же пляж, а вторая чуть подальше от пляжа, где стадион Динамо футбольный. Там, короче... Да я даже не припомню, чтобы у нас такие площадки... Там, короче, строит спортивная школа Шторм, где этот Александр Шлеменко преподает. Ага. Знаешь такого, да? Может, с какого? Наверное, я послышал. Вот это, Мадим. Да, Мадим. Пилатор. Вот. По бояму справиться. Я знаю, какой чемпион, к сожалению, я не знаю. Мне стыдно. Вот это зешние катера. Вот такие. Забрезентно выглядит. Почему ты всегда достаешь в этот момент камеру? Я не знаю. Может, ты сама подстраиваешься под это? Красота, да? Сейчас пойдем на Золотой мост. Он вон там где-то. Не хочешь, как хочешь. А, не хочешь, но... Это будет не понедельник. Все-таки тут тоже люди гуляют в понедельник. В голове летают. Хе, последний раз ведут. А что он? Нет, типа не Антон зовут. Ты врешь. Вон, у вас тут этот еще подсел, видите? Собеседник новый. Это Иисус настоит на льду. Дайте кирпич. Дам кирпич, кинем, посмотрим, выдержит, нет? Он сумасшедший. Проверим, а знаешь, что это Иисус или это копия? Иисус, ты ли это? Нет, не он, походу. Ну ладно, это не Иисус, пойдем. Ну, вообще-то это богохульство называется. А, не а ты Иисус. Киноцентр Аймакс Океан, он видишь, кинотеатр круглый. Да, бог с юмором, я в основном создал татар. Вон, какая красота. Ты можешь этот звук поменять, когда ты включаешь? Я не могу ничего сделать. А что это? Это стадион, понятно. Это стадион здешний, находится прямо на берегу. Ты давай с нами. Давай. Все в Волобове, востоки такие. Все это грустно. Давай, давай, давай. Все, ладно, хорошо, все. Окей. Давай, начинай. Давай, хорошо, надо с разорота. Да, сладкий. Все. Смотри. Тут брейк должен быть нижний какой-нибудь. Походу, ты битбоксер, да? Да, как ты догадался. Мы так сейчас пройдем, а то так выйдем на мост. Как нам пройти на мост? 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 Ногами пойдем. Ногами пойдем. До человека. И не мешало ему стоять. Простите, пожалуйста. Да все, уже замолчили. Мне очень стыдно за этого молодого человека. А мне стыдно за нее. Здесь люди не любят его. Они все очень серьезно. Поплачь, все, плачь, плачь. Плачь, детка, плачь. Как нам дальше? Вот посмотри, вот такие улицы где-нибудь в Иркутске видела? Вот такие, посмотри. Да, это Урицкого, только без этой штук. Это Урицкого, только вот без этих штук. Это Урицкого? Да, улица Урицкого в Иркутске. Урицкого в Иркутске связано с половыми органами. Что, прости? А, все через жопу, понятно. Да. Я думала, что жопу это не половые органы. Ну, для кого-то да. Ты что, снимаешь меня? Ну, я вообще люблю лизать муравьев. А вы из Владивостока? Да. Вы врете? Вы нам не отвечаете так в Владивостоке. Ну, какая? Пальцевая, мизинчик. Мизинчиковую неудобно лизать. Мизинчиковую неудобно лизать. Мизинчиковую не в смысле. Да, логично. Я знаю одну девушку, которая нализала. На айфон. На айфон. Батарейки. Короче, если брать батарейку от часов, она плоская, ее кладешь в рот, и кайф. И кайф, да. А если такую батарейку в рот положишь, то ты будешь дебил. Зачем ты ее в рот положил? Хорошо, а теперь последняя. Последняя камера, пожалуйста. Скажите, Наталья Владимировна, ваша дочь вас очень любит. Вот так. Наталья Владимировна, вы не знали, но у вас есть сын. Я люблю вас, Наталья Владимировна. Мама, я люблю тебя, и мы в Владивостоке все. Пойдемте, до свидания, спасибо. Мама, прости меня, я, оказывается, не во Владивостоке. Я в сумасшедшем городе вообще. Это Каванщики? Ну ладно, хорошо. У них прикид такой же и... Очень здорово здесь. Где-то видал этого чувака? С ума можно сойти. Ой, в курсе. Пойдем, пойдем, пойдем. О, так, мне это нравится. Да, на айфон. Ой, на айфон похоже, нет, на Урицкого похоже, на айфон. Ты говоришь, я вспомнил знакомого. Я похож на Урицкого. Ты знакомый, что? Вон, мост, кстати, вон, пожалуйста. Ну, мост, чуть-чуть осталось. Пожалуйста, вот скажите, пожалуйста, дорогие мои родители, где в городе, в каком городе вот так паркуется, вот скажите. Прямо под зданием. Улицы самые странные, вообще, не понять. Словно я вообще, я не знаю, это что за город такой. Все, ну, к наголову, честно. Какая серьезная девочка. Мы сейчас будем дотопывать вон до того моста. Это Золотой мост? Владивосток, так. В первый день уже столько сил убителей, что вообще. Черт, пипик, кака. Вы хоть и были в Хабаровске? Да. Вы не ходили в Хабаровске? Нет, я был вообще в Хабаровске. Чего? У тебя один, видишь, полноценно побывал в Хабаровске. Я тоже полноценно побывал в Хабаровске. Три месяца. А на один час. Я три месяца был. Ну, один час не хватило. Да, он мне, благодаря, названивал. Да, я названивал, потому что она могла опоздать на рейс. Да ладно тебе. Ты чай вот там. Что ты тут ходил? Нет. Как сюда выйти, вы ходили? Вот, и кадры бы засвечивали. Ну, это же рыба. Рыба, 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 рыба. Ну, да, это рыба, чувак. Это лава и лава. Так, это что? Нет, ну, все, тогда не вот точно. Все? А вы не поймали рыбу? Ну, ладно. Душили. Утопили, да? Душили. Да, душили. Это рыбка, живая рыбка. Рыбка, 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 рыбка. Это что? Кишмиш. Да? Кишмиш или котен. 150 рублей. Это что? Малина. 300 рублей. Какая-то странная тут название какие-то. И запах сразу же, уже. Рыба по стаканам, это странно как-то. Пойдемте. Рыба тут по стаканам, оказывается. Стакан наливаешь. Что за херня? Что случилось? Тут так много машин, что уже ставили. Манера. Посмотрите, дороги-то нет. Вообще нет. Вообще стоят как попало. Как захотели. Я не понимаю, на какой манере они вообще. Как? Что это? Короче, это у тебя японская машина, ты стоишь как японская. Если у тебя советская машина, ты вообще не находишься. Ставишь машину как японская. Если у тебя европейская машина, ты ставишь на левой стороне. На правой стороне. Ну это же не Россия, это же не Япония, чтобы там дефицит территории был, чтобы так забивать машины дорогой. Дороги себе машину забивать. Смотри, кошмар. Там кто-то стоит с памятником. Аккуратненько. Вот, вот это. ВЛКСН тысячелетие называется. Да, как так? Да, тысячелетие. Вот от него нам нужно идти к мосту. Нам туда надо. Так, что тут у нас? Магазин приобретения есть на партизовском браслете. Деменкот. Основки две. Ну, можно какие-то магазинчики. Влечность, спасибо вам. Это филе, что ли? Иди, нельзя в магазин. Вот это Золотой мост называется. Я знаю. Судя по всему, он как раз едет на русский остров или как там, на остров русский. Тут елка уже стоит. Прям вот этот порт, короче. С кораблями. А можно бы парить? Нет? Или там стройка? Ну, думаете, а мы на мост залезем? И в плане, хочешь по нас управляться, ну? Надо постараться. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Они друг на друга построены такой, вроде как собор Василия Блаженова по структуре. Прямо одни из зданий снизу красиво сверху, еще красивее и так далее, и так далее, и так далее. Очень красиво. Лепота. А вы что на стройку спустились? Ладно, сейчас посмотрим, куда это нас заведет. Попали по мосту, погулялись со свастами, снимали. Кораблик называется Антарктида. Люблю корабли. Тут, походу, еще что-то военное стоит. Там еще какая-то бригантина. Походу парусник. Тут еще парусник какой-то на берегу стоит, ребят. Парусник еще какой-то стоит. Я вот про это говорила. Какой-то с другой стороны. Прямо на берегу, видите, там этот. Открывают, закрывают. Очень интересно. Тут, короче, уже морской порт. Там военные корабли и все прочее. Я не могу сейчас патроны что-то описывать. Но там вдали я вижу что-то пассажирское. Пассажирский корабль впереди. Я хочу этот корабль увидеть поближе, честное слово. Слишком серьезные лица у них. А что это такое? Это? Здесь. Да. Это, короче, какая-то статуя или памятник на 1860 год. Как ты думаешь, что в этом году случилось? Не знаю. На берегу в бортотранспорта Банжур высадились с командованием прапорщика Комарова солдата 4-го отделения Линейного батальона основателей города Владивосток. Там пассажирский корабль, офигеть. Я хочу посмотреть его вблизи, честное слово. Мост, да, вообще. Само очарование моста красивый. Так, это мы находимся в центре города. Вы видите, какая тут красота. Сейчас мы сделаем переход на другую сторону по этому мостику. Регуляемся. Держи потока. Сегодня поедем на остров Русский. Там что-то поснимаем. Давай жизнь. Что? Давай жизнь, мужик. Что, поделиться? 20 лет. Вот, где это? Ну, нам нужно... Ну, это... Это утренний суета Владивостока. Робкий, 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 робкий. А это утренний Антон, который матерится. О, смотрите, какая красота. Залезли на такие высокие масточки. Здесь все очень красиво. Прекрасный вид открывается. Я говорю, что на слоеный город. На холмах, на горах. Ну, вот этот вид вообще впечатляет. Потрясающе. Потрясающе. Нет, этот самолет есть. Красный самолет. Клево, да? Вот, видите, это утренняя суета Владивостока. Опять джипы. Везде у всех вот эти внедорожники. Хоть есть здесь одна легковушка? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Выбирайте, родители. Что-нибудь все-таки приедем сюда и купим. Разве не пелись? Здравствуйте. Меня зовут Модест. Модест. Модель Мод. И сегодня мы путешествуем по Владивостоку. А, нет. Как же там подожди. Так, как вы так? Вот сейчас здесь, посидите, да? И все, и пошли. Ну, смотрите, какая красота. Сейчас мы едем на Утро в Русский уже. Тут очень красивый пейзаж. Утренний пейзаж. Модерский и сам. Спасибо. Остановка. Большой улит. Что с ним? Мы сейчас выехали на мост. Если не ошибаюсь, там какой-то корабль или что. Не понять, я сюда что это такое. Но очень красиво. Итак, дорогие мои, мы находимся на острове Русский. Красотища вообще. Красота. Лепота. Сейчас мы собираемся перейти в дорогу и выйдем на мыс. Там будет очень красиво. Какая тропинка, о чем-то нет? Красота, да? Что? Да ничего, ничего. Сейчас обойдем, вот так спустимся вниз. Лепота. Какая красота. Можешь здесь мне пару кадров сделать на фоне вот так? Вот смотрите, какая красота, да? Это у нас берег. Мой сас-сопроводитель тут Антон, он там внизу. Потом сейчас его догоню. Смотрите, какая красота. Фонаредь. Ну, холодно здесь, конечно. Ветер дует, пальцы у меня отмерзли. Ладно, мне спускаться вниз надо. Смотрите, какие деревья здесь. Такое чувство, как будто мы в мордоре находимся. Очень интересно. Там пожарная станция, власть восточная. Что-то типа университетов. Академия, да. Академия это. Там полицей. Полицай сидит. Эй, чувак, ну что там, нашел путь вниз? А? Нашел путь на берег? Ага, хорошо. Я чувствую себя, как будто ты Фродо, а я Сэм. Мы тут ходим, этот. А вон там ходим, по территории стрессы. Мордор, вот смотрите, вот реально Мордор. Реально Мордор? Мордор реально, да. А вон там, сзади армянская морда твоя. Эй, смотри, записываю. Вон, подбегай, подходим к берегу. Ты что, собираешься к осер разводить сюда? Евгению мы оставили сегодня дома, она и не выспалась. Поэтому сегодня нам пришлось шествовать одним. Без третьего лица. Вот так интересно мы проводим наши деньки. Несколько, всего лишь трое суток, но уже многое успели повидать, чем любой житель здешний. Ладненько, сейчас мне надо прерваться, надо, конец связи. Итак, дорогие друзья, мы уже подходим к берегу. Мы находимся на острове Русский. И вот это можно сказать, я даже не знаю, залив или не залив, но очень красивое место и называется берег Японского моря. О, прошу вас. Смотрите. Разве не прекрасно? Так ты что, собрался шашлык жарить, что ли? Без мяса? Не обрастите за то, что это я из вашего сидна сделаю, что я. Я думаю, не обрастите. По крайней мере, у вас был вкусный сын. Так, не куришь, да, этих пачек нет. Мы сегодня узнали, что оказывается, омские жители аборигены. И каннибалы. Вот каннибалы, да, абориген значит местный житель. Ну, и местный житель каннибал. Нет, ты перепутал, абориген, это местный житель. Вот тот дядя, который отказался, ну, не снимай меня, это абориген. Мы просто хотим немножко небольшой костерчик сделать, согреемся как раз таки. Я думал, а нет, искупаться нет, не получится. Да, конечно, лезь. Ты же врач, ты меня вылечишь. Это еще сомнительно. Это информация, которая требует обсуждения и обдумывания. Ты врач, что ты меня вылечишь? Потому что я тебя вылечу, конечно. А, а то, что ты врач, это тоже сомнительная информация. Вот человек, да? Ну, красота, вы посмотрите только. Да, вот, видите, эта красота. Тут загорится все. Ага, весь лес загорится. Я компромат на тебя забираю. Забираешь? Не собираешь? Забираю, собирай, какая разница, компромат будет. Ветер поднялся, да что же ты будешь делать? Ага. Тоже, что мы уже видим обратно. У нас был срочный вызов обратно. Медсанчасть должна заехать мне. Там примерно кое-какие вопросы решить. А потом пойдем в океан, там разнимаем. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 А вон видишь вон то зеленое здание? Да. Вот с него мы стояли. А, да, знаю. Да, конечно, пока я это не сказал. Да я знал все. А я это не сказал. Слушай, я вообще-то узнаю здание и улицы, не надо мне. Город и моста, чтобы заблудиться или потеряться. Куда пошел? Я? Нет, я. А нет, ты? Я не знаю, что. Потрогай. Как-нибудь. Ты не играл вообще-то никуда? Здесь работаешь? А где-нибудь здесь? Нет, нет, я думал. У нас была, ну все. Копьем, теперь-то вообще. Ну, расскажите про сегодняшние впечатления ваши. Осторожный человек. Это все твои впечатления были? Впечатления? Ну, все эти 90-ф русские помочили ноги в море. Помочили ноги в море. Ты помочил тоже ноги в море. И намок сегодня твой кинжал. Но поскольку вода в море соленая, кинжал заржавел. Какой нафиг кинжал, а? Кинжал заржавел. Поэтому ты сегодня злой ходишь. Да, я сегодня злой. Нет, ты обиженный. Я злой, я злой. Нет, ты обиженный. Слушай, разница между обидой и почтой, она очевидна. Только почему-то не могут делить эту разницу. Кто упал на газету, кто упал на газету. Пока. Хорошо, мы... Пока. Не теряйся только. Давай. Так, я сейчас соберу вещи пока. Ты мне ракушки отложишь, мои. Точнее, я заберу свои ракушки. А если ты будешь возникать, я заберу их силой. Возникай, не заберешь. Я не отдам, бакуш. На кого, господи, я завтра пойду еще соберу. Нет. Без меня ты там забудешь. Те свет медведи или МЧС-ники голодные тебя расстреляют. Ой, спасибо за столь очевидное замечание. Ладно, эта кассета уже заканчивается, мне придется новую брать. Это жизнь. Да, это жизнь игра, да. И ты последний кадр вот так, чисточенка. Пусть дверь, краска. Вы горит, не помните? Ладно, что и как. Короче, друзья мои, мы сегодня по дворей. Ой. Че не пристать? Помылся? Так вот, завтра еще денек, послезавтра еще полдня. О, круто. Потом я скину, как скиньте друг другу видео. Это будет ютубное видео. Ютубное? Ютубное, ютубное. У нас есть. Надо их и мыться. Ага. И мыться будет, что же? Понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова